Мы изучаем ВДД и предотвращаем ДТП! Четыре отряда юных инспекторов дорожного движения собрались в Центре дополнительного образования детей на муниципальный этап краевого конкурса «Безопасное колесо». Каждый день в своей жизни мы сталкиваемся с правилами дорожного движения, но не всегда об этом задумываемся. Чаще мы придаем им значение только в критической ситуации. Но я думаю, что участники нашего конкурса с ними этого не случится, ведь они не только сами изучают правила дорожного движения и используют его, но и призывают к этому окружающих. Я желаю вам удачи, ни пуха, ни пера! Победители этого конкурса будут представлять Богучанский район уже на краевом уровне. Отряды соревновались в нескольких конкурсах, первым из которых было приветствие. Второй этап конкурса был теоретически. Ребят проверяли на знание правил дорожного движения. Затем юные инспектора проверяли свои знания в оказании первой медицинской помощи и накладывали шину на сломанную лодыжку. «Вот эта часть, вот эта часть, она уже никуда ходить не будет. У тебя зафиксирован коленный сустав, у тебя зафиксирован голеностопный сустав. И все. В этом случае у тебя человек может спокойно транспортироваться. Куда? В больницу». Также были конкурсы на знание основ безопасности жизнедеятельности и фигурное вождение велосипеда. Два человека от команды на велосипеде должны были проехать все препятствия без ошибок. Но это получалось не у всех. «Надо со скоростью». «Хорошая палочка, поближе». «Молодец». «Это очень важно, поскольку, если ты, допустим, не будешь знать, тебя может, допустим, машина заболеть или привлечь к опасности своих родителей». «Нужно переходить только на зеленый свет и переходить в зебры. Если нет, допустим, светофора или пешеходного перехода, надо посмотреть направо-налево, убедиться, что никого нет, нет машины поблизости, и потом уже переходить». «Правилам помогают ходить правильно. Например, когда идешь, машина едет, надо сначала посмотреть налево, потом направо, потом вперед, назад. И идешь спокойно. Если нет машины, то идешь». «До 14 лет нельзя детям ездить по дороге. Так надо переезжать дорогу, когда на велике слез, сейчас велик, а потом переходить дорогу не на велике, а стоя». «Если не будешь знать, тогда будет авария или ты пострадаешь. Что нужно, переходить по зебре, а если нет зебры, тогда по светофору». В таком познавательном конкурсе хотелось бы видеть больше участников со всего района. Ведь школьники являются непосредственными участниками дорожного движения и должны не в теории, а на практике проверять свои знания. «Когда проходят эти конкурсы, они все-таки активные, и ребенок не просто на картинках, а вживую может убедиться, как правильно, как важно это делать. Мы сегодня очень благодарны всем школам, которые участвуют и принимают участие в этом мероприятии. Я бы хотела обратиться ко всем, и родителям, и ребятам, и руководителям, что на такие мероприятия приходить нужно и важно. Особо благодарны, что, конечно, сегодня начальник полиции, вообще УДДД по Бугучанскому району, сегодня принимают с нами самое активное, хорошее сотрудничество, за что мы им тоже очень благодарны». Победителями конкурса «Безопасное колесо» стали юные инспектора дорожного движения из Бугучанской школы номер 3. Именно они будут защищать честь Бугучанского района на краевом уровне. Людмила Кочнева, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Бугучаны».